приветствую вас на канале ножи и сегодня у нас снова в гостях харон добрый вечер господа ножи мэны и очаровательные ножи леди кстати хотел поинтересоваться а почему вы сегодня не шляпе сэр точно сегодня будет очень интересный подкаст это самые ужаснаховые ножи монстры или как я пришел ко всему этому аду да здесь очень большие экземпляры с чего начнем начнем с далекого 2003 года это бенисио дель тора и томми ли джонс фильме как же этот фильм называется не знаю не помню но я вам покажу вот этот нож и именно с этого ножа началась моя коллекция ужаснахов фильм загнанный конечно же я помню это была маленькая интрижка напрячь ваши ножи манские мозги и так нож том брауна от фирмы tops tracker с него именно и начали с него именно начали это бывший какой-то спецназовец который пропал в джунглях ой в джунглях в лесах густых и порезал там браконьеров полицию всех кого можно и томми ли джонс был вызван чтобы поймать этого парня которого играет бенисио дель тура одна из лучших ролей фильм реально нажиманский про нажиманию про ножи бойцов и т.д. и т.п. и вот с этого фильма у меня начался интерес к проекту чистота к свинопухам ко всему вот этому ужас на хвосте естественно я начитался всяких разных комментариев всего прочего и начал уже разбираться а что же у нас что же наши бойцы делают такого же кстати нож был мне подарен известным сервером столоны кто знает то поймет то есть вот такой вот нож пила у него действительно рабочая как ни странно не похожи да вот я думал что это шоковые зубья потом мы перейдем к другому ножу которого не очень большие а на самом деле нет что-то пилит режет любит конечно же это больше какой-то девайс выживальщика причем диванного вот но я его метал в деревьях ходил за грибами то есть нож такой достаточно интересный удобный приколь качественно сделанный обратно потом ты забыл еще упомянуть фильме его вызвали томми ли джонса потому что он было бы учителем да и учитель должен был убить ученика о господи сколько слез нажиманских было пролито надо этим сюжетом вот так следующий и после этого конечно же я попал на выставку клинок она шла еще в сокольниках я позвонил виталий львовичу киму именно хотел нож кривотолп потому что это вот что-то типа нашего такого страшного прям вот ужасно вот что-то такого хоп вот и попав на выставку клинок я увидел все это разнообразие ужаснаховых ножей естественно сначала я запал на ножи виталий львовича кима потом понял почитав опять же и побывав на свинопухе что есть такие русские ножи изобретенные русским человеком для русских людей которые обходят все наши законы его с двухсторонней заточкой а здесь вы заметите четыре режущих кромки раз-два-три-четыре да да то есть очень интересный вот и красивый ну да тут сделан под сериал сын и анархии бусина тоже потерял сын и анархии мастера голосова говорят обычно не показываю пожалуйста вещь а рисунок делала дочка виталий львович хим анастасия на художник очень хорошо делаем по заказу да да я заказывал так на выставке вы можете увидеть многие ножи уже сделаны готовы продажи так следующим так ну и переходим наверное уже к ужаснахом то есть сейчас я сделаю небольшую партию ножей но начнем с самого ужаснахова это кондрат 27 я думаю сэр вы можете потом вставить видео где этим ножом рубится свинопух вот это вот такая вот дюдюка стамесочная дюдюка двухсторонней заточки кондрат 27 нож был сделан волчьим веком на выставку арсенал но не успел до нее дойти потому что я укупил раньше но это далекие перехватили до далекие-далекие года естественно мяч да я конечно какое-то время ходил с этим мечом но потом понял что это жутко неудобно на каждый день на это же и десишник на что не видно понял что это не совсем удобно потому что он все-таки здоровые ножны у него сильно лапушистые лапушистые возможно когда-нибудь дойдут руки и сошьют на него какой-нибудь крокодиловый чехольчик крокодиловый ну блин чтобы мощно было пафосно одну руку показывать даже неудобно большой ну и тут же пошла партия кондратиков это потом на каждый день я взял такой кондратик от волчьего живьяка на этот уберем он уже кондрат 13 называется то есть он уже более оптимально на каждый день но привычный которому все привыкли до привычный 13 кондракт вот но потом опять же пообщавшись даниилом из проекта чистота и основателем и духовным лицом проекта чистота я понял что нож должен быть все-таки оригинальным то есть волчий век делают по лицензии кондратьева но я захотел нож от самого кондратьева и таким образом появился кондрат 12 с подписью инициатора можете посмотреть это оригинал это оригинал смотрите у него спуски практически в ноль немножко другая геометрия более агрессивная вот вот такой вот замечательный оригинально оранжевый яркий яркий до бусина русскоязычного ножевого сообщества из известного мультика и так сойдет крестовые отвертки на века зато всегда с чем открутить и поправить да как эрнст эмерсон не будет в суе и так сойдет вовка из тридесятого царства ты им так пользовался есть пользоваться не кондрат это нож для людей дальше продолжать не буду ну и еще есть его компактный вариант это кондрат 10 то есть кондрат 13 кондрат 27 кондрат 13 кондрат 12 и кондрат 10 тоже от инициатора тем как он уже просто в коллекцию если честно потому что он маленький но симпатичный но это уже иди си тоже да это уже чисто иди си и тут прям микро макро очень маленький хорошенький симпопылешный кондратик ну явно таким не картошку не порежешь ничего он создавался наверное для другого я думаю многие знают для чего да 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 линолеум резать нет к линолеум мы сейчас позвольте сэр перейдем к линолеуму а и так после того как я узнал кондрат виталий львович ким давайте еще покажем виталия львовича это вот такой нож спец куб то есть замечательная джинсовая у него микар то красивый со своеобразной конечно такими вот тут он чудом ушел от хао за счет утоншения гарды ну да и вы сделали поменьше уже не проходит нет что вы это же чистый хозбыт опять же 4 рк конверт вскрывать зла то да опять же не для кого не секрет что я так скажем мотоциклист да и много ездю на мотоцикле в мотосезон естественно я для себя сделал вот такой вот ездовой нож можно сказать так как у виталия львовича все ножи делаются из 95 на 18 то есть они не ржавеют абсолютно никак то есть ты попадаешь под дождь не под дождь вот нож ежак тоже замечательная штука под него сшил такие вот ножны из крокодилика с символикой мотоклуба сначала нужно покажу да это ты на заказ где делаешься секрет это денис бычков очень хороший мастер прям самоучка сам все делает у себя дома то есть молодец мне вот очень нравится очень много ножен от него как крокодилу привозишь он ваш куряет нет он сам все где-то достает я ничего не делаю еле у меня даже ошейник у собаки у бультерьера из крокодила он делал молодец парень молодец крокодильный ошейник ну ладно чтоб собака у меня крокодиловый жилет а у собаки крокодиловый ошейник его похоже наверное собака у меня бультерьер одно лицо ну перейдем дальше к ножам виталия львовича это ножа росомаха этим ножом сам виталий львович на свинопухе проекта чистоты скажем так вот резал в крюшку то есть втыкает проворачивает вот такая шашлык шашлык делал ну висящий в свинопух он над ним делал всякие муниципаляции ножа росомаха называется это было приобретено тобой именно для свинопухов конечно не мы же добрые люди мы только свинопух исключительно свинорез для свинопуха вот такой большой да такой пушдаггер но очень длинный пушдаггер да и этот пушдаггер который можно не только колоть но и рубить вот очень интересно никогда не не пробовал но я пушдаггером так холодно отношусь свинок я не это свинопухов не играю я уже на самом деле давно тоже но люблю так тестить на даче особенно как говорил андрей кочергин реберную часть а чё почему реберную а сейчас объясню это как раз мы так плавненько переходим к следующему ножу закончились ножами виталия львовича и переходим непосредственно к легенде ндк 17 но из стали с 125 в хоть максимальных да вот он кочергинский хват вот этот вот то есть можно и рубить и с потягом на себя и колоть то есть вот замечательный обратно он тоже работает но именно вот этим ножом андрей кочергин тестил барана по реберной части на прокол рассекал ребра банан то есть понятно что рубить он будет у него вот этот вот зуб очень серьезная танта такой да можно назвать вот колит он разрезая прямо ребра то есть по костям и при том что сталь пол мясо кости просто мощь ну так как свинопух одет в одежду то есть я им разрубал молнии вот эти которые на куртках попадались все что на пути он все разруб это лазерный меч мастером мать его йоды из-за тарантина же был то момент если бы тебе на пути встретился бы будда он бы его разрубил до двадцать пятка это конечно хорошо насколько я понимаю мдк 17 125 стали единственной в мире то есть алан баляков его делал и на этом все по моему больше таких такой стали но сейчас уже точно вряд ли сейчас да сейчас у нас со сталими так понял уже проблемы ну где то есть где то нет но скажем так остатки сладки да кто успел тут успел до сталюшка да прикольно но в хоз быть это его не используешь тянет ндк нож диверсионный кочергина или боевая кочерга как ее называют большинство из них это куплено было как раз либо по свинюшки вас либо для души для души и по свинюшки все все вот это плавно навеяно фильмом загнанное это надо еще дель тора так фильм зацепил да увита вот еще не было же фильма с хит леджером да вот не было где он играет джокера вот считается же это нажиманский фильм такой хит леджер джокер как его принимают в полицию он выкладывает там микротеки потом далтона там вот куча этих ножей даже нож по картошке вот и все-таки нажиман о он нажиман он наш у него столько ножей с собой то есть вот круто но этого же еще не было это же все времена до этого фильма то есть это бенисио дель тора фильм загнанный оттуда пошла любовь смотрите в страшном ножа надо кстати пересмотреть это давно давно его видел вот ну а дальше уже тут случилось у меня день рождения летом а у моего напарника по работе сестра работала в магазине берета в городе верона она живет в италии в городе верона и они сговорились с коллегами по работе с совершенным сюрпризом зная что я увлекаюсь ножами они у этой сестры заказали в магазине берета в италии ноша из фильма рембо 3 он мне пришел с сертификатом что это лимитка 10 тысяч там со всеми росписями и самое приятное что эта фотография сильвестра сталлоне из фильма рембо 3 с его росписью прям фломастером белый на эту фотографию то есть вот я это все хочу дома в рамочку повесить и нож тоже вот а нож доставили прям из вероны на кладбище вот такая дюдюка рембо 3 ой вполне зато очень рубил им бутылки то есть им даже сделал да обязательно ну как же я его ходу неделю не выпускал из рук нож пришел с италии из рембо 3 из фильма блин это же блин прикоснений под подушечку когда спишь до утром с собой всегда собой то есть когда-то это у меня был один из самых больших ножей в моей коллекции но он не маленький даже вот по сравнению стальными крупный я так хрен его знает даже для чего так пользуются дома ну как для чего надо еще раз пересмотреть рембо 3 лежишь на кровати смотришь фильм рембо 3 и с таким же ножом синхрон со сильвестром сталлоне вы бегаете по джунглям камбоджи о надо куда-то на окраину москвы тогда с ним ехать и джунгли и камбоджа и гуки всякие разные попадаются рук не хватает сколько он весит честно не знаю я думаю больше килограмма больше килограмма до сквозной монтаж до сквозной монтаж все надежно все прям как любит товарищ слай ну и для большой руки у меня прям хватает не думаю что у сильвестра стала небольшая рука почему он маленького роста раньше в детстве с орел не казалось такой огромный чувак сильвестр сталлоне блин а потом такой что-то уже не огромный уже и старый уже и старый уже и не чувак не ну вроде он пока пол не менял поэтому все нормально не все нормально молодец но вот это как раз та старая америка когда они не были вот этими всякими радужными а были какие-то боевики мы смотрели блин мы учились я же рос на ван дамах на столу на брусли смотрели эти шварценеггер так все здорово стивен сигал минуточку недавно владимир владимирович наш верховный главнокомандующий наградил орденом дружбы а также у него есть гражданство то есть стивен сигал наш и нужно то такие тоже добротные добротные вот тоже из буйволиной кожи блестящие такие мощные толстые ножны с росписью слоя с последнего рэмбо же тоже нож какой-то был ой с последнего рэмбо там вообще четыре ножа даже разные прям но но наверное сейчас доставкой будет беда бедом а так хотелось бы да одно время даже мечтал собрать всех рэмбо это а какой не был сам первым там специально по-моему 1 1 до этого он был с этим заначкой то есть откручивалась в пятке клинка пробка такая туда там крючок рыболова спички еще огнивы там какая-то штука там типа нз вот его же для фильма по-моему специально там конец делали чтобы было с таким дизайном потом вышел фильм замечательный последний самурай с томом крузом ну кто же не хотел стать самураем и у меня появилась вот танто вот такое танто естественно это дамаск это хамон но тут уже конечно но немножко я не знал что его надо хранить каком-нибудь вазелиновом масле не там уже специально какое-то масло фиге но вот она у меня немножко запатинировала можно полирнуть будет как новый а точно нет остаток свиньи или свиноподобного чего-то не 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 этим я рубил небольшие березки на самом деле бутылки с водой все но он заточил можно посмотреть он то есть даже не совсем убитый рк но вот запатинировал вот есть минус запатинировал конечно ну это нормально железо и саму ржавеет темнеет это даже да я тоже стал спокойно к этому относиться нет есть у меня конечно микротеки всякие страйдеры которые смотришь думаешь дома лежит вау дорого-богато такие ножи наверное они больше мне все равно я просто ухаживаю как ухаживаясь что-то произойдет не критично это совершенно опять же возвращаемся кино есть отличные цитаты из фильма бойцовский клуб зубом выплевывает к нему талер подходит и говорят и монолиза со временем разрушается от ничто не вечно тем более ножи тем более зуб тоже такой довольно таки громадный интересный неудобно во первых приделать ему клипсу я думаю даже сшить ножны другие потому что ну так он только чисто полочный вариант ну красивый 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 японский хорошо с ним смотреть вот такие самурайские фильмы а как по поводу классики самурайского кино совсем прям классика не вот этот слепой как его зовут блин а еще слепая ярость слепая ярость рут гирхауэр там тоже бодро отжигал в детстве тоже смотрели хороший фильм согласен рекомендую тем кто не видит нет он сейчас уже выглядит конечно наивно многие моменты но как ностальгические чувства вызывают тех на этом вырос но перенесемся из далекой японии в жаркую испанию а что же такое делали в испании а в испании делали на ваше стоит на вахе вот обратите внимание ухты ж никакая испада не обладает такой харизмой такой мощью и такой длиной надо из найфок по моему им пономарева измеряли да 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 и сколько он получился обхват рук как раз обхват это одна рука товарища алексея ну да даже фотографии есть по прошлый раз до основания еще раз да 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 то есть вот такая вот штука серьезная здорово у нас приобретал ли где-то ездил за ним катался нет это мастерская штурм то есть известная фабрика игрушек то есть это х 12 м ф по моему если не ошибаюсь а могу ошибаться здесь мне кажется стали уже не важно вообще нет тут все ковано то есть мне присылали поковку потом как это все делать то есть фотографии да 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 там они прямо отчитываются ребята делают прям молодцы выполнены красиво но там даже не в красоте они делают аутентично как будто тех времен конечно сейчас с нашими технологиями можно было сделать там идеально но здесь не нужно идеально здесь нужна аутентичность что-то им делал такое то ничего на на рубил ты же знаешь на найфовке ходил не рубил ничего не делал абсолютно то есть есть замок есть не страшно даже про да то есть он замком бэклок такой вот с кольцом как делали на вахе вот не хватает трещотки было бы вообще аутентично но очень-очень такой харизматичный большой нож склонничок можно за грибами ходить детский да детям дарить тоже хорошо заточен вот очень кстати да вот до записи я тоже проверял не почему показалось что кому-то относил прям заточка отличная сейчас нарезать арбуз арбуз прям мне кажется идеально да с размаха чтобы в дребезге еще как-нибудь сделать ролик просто с разрубанием чего-то лето сейчас лето я хочу да с именно вот с арбузами попробовать страшно если на пальцы закроется но тут аккуратнее тут конечно двухручное закрывание я думаю что и 1 одну руку можно приловчиться но лучше не рисковать лучше не надо пальцы дороже и перейдем от навашистой навахи той же как это сказать артели тоже ребята из артели штурм это папа джо папа джо замечательный такой боу и кукри по моему если не ошибаюсь 8 миллиметров обух фултанг как я люблю говорить это кости человека залитые в акриле но на самом деле это видно это рок оленя да залитые в акриле вот и такое травление поверят что это рок оленя конечно мы русские люди мы не обманываем друг друга как говорили в брать если это папа значит есть и мама возможно у них очень много за разнообразных ножей то есть можете посмотреть но вот этот мне очень зашел вот именно вес этого ножа фактически два с половиной килограмма можно гимнастикой заниматься да можно подщечину обухом дать и все будет нормально да так же ребята выковали поковку из нее то есть всю работу они показывают прямо к чем интересно пока не тебе его делают ты видишь как делается этот нож материал на рукоятку тоже выбирал я то есть там были g10 это игру не уже нести это было бы скучно да это все скучно давайте-ка ребята вот что-то такое с костями я же харон те кто не в курсе почему харон идите смотреть первую часть подкаста и все станет на свои места хотя на найфовку меня много не знают я думаю вопрос таки не возникает ну те кто не был найфовки советую быть если далеко и живут не каждый может приехать согласен согласен поэтому смотрите канал нажим очень много нового интересного и гости разные разные гости порой даже такие знакомые лица как бы не добавить не убавить да мощь 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 вот им березки надо рубить согласен это но ты мне рубил и не только я один раз поехали с женой на дачу я резко останавливаю машину потому что справа большое кукурузное поле игру снимай меня залетаю в это кукурузное поле начинаем махать этим ножом то есть рубил эти кукурузы летели вот и все а за грибами даже сам если будешь где-то мимо проезжать видишь какой-то человек ножом рубит кукурузу приходите знакомиться это я прикольно но для меня это больше конечно полочники ну-ка естественно такой с собой носить не буду но ты же таскаешь раз кукурузу рубил ну я всегда новый нож для меня это самый лучший нож правильно и поэтому ты всегда новый нож с собой таскаешь а сколько ты его таскаешь пока не появится другой новый нож и как обычно да пока не появится другой нож но это небольшой промежуток времени ну в то время нет я в то время очень часто менял ножи потому что всегда хотелось что-то нового что-то страшного что-то такого но вот это страшно вот интересно а я же объясняю и загнанный бенисио дель тора ну посмотрите разве это красивый где вот это реально страшный нож ну и вот от этого все это как бы если сравнить вот это вот этим очень большая разница большая в принципе даже наши и американцы вот она у них это не страшно то просто скромненький неказистый наши кузнецы это мощь сила и харизма так финки нквд гигантских размеров будут финки нквд нет к сожалению почему-то нет и вообще к сожалению или к счастью нквд да я не очень хорошо отношусь но следующий нож это воплощение духа сибири это бронзовая берлога максим шатун такой известный кузнец на весь мир вот такой вот нож называется медведь вот тут шишечка кедровая тут стабилка клёна по моему и что самое интересное начинается от сантиметра обух и уходит в кончик тут следы поковки травления тоже такой кукреобразный нож но когда его берешь в руку вот она мощная энергетика матери сибири на медведя на медведя нож топор я не знаю как его назвать этот очень-очень-очень харизматичный мощный тяжелый нож таким по батонил посмотрел как поле не бы разлетались есть в ютубах и батонит вот тут как раз для этого создан то есть это рубака нож рубака ну тебя просто очень большая инерция замахнулся до правил тебя же сам все сделает да да очень хорошо тяжесть фулл танк и очень толстый фулл танк такой прям стабильная шишка выглядит очень прикольно да вот мне тоже шишки таким ножом они прям идут вот с ним я ездил на мотоцикле да потому что он очень хорошо потому что почему бы нет да как то даже шаурму по моему разрезал на пополам надо было поставить и разрубить чтобы она не упала я когда в кафе достал этот нож и разрезал шаурму нам с женой на две половинки пол кафе смотрел и думает это что он вообще достал это блин что это за это стрелять из пушки по воробьям очень интересное наблюдение я как-то сидел в одном месте тоже с нажиманами крутил в руках нож ну по привычке начинаешь чем-то играть несколько раз подходили просили убрать ну ты дальше выпиваешь заигрываешься опять достаешь но нож был небольшой и видимо им было не страшно если достать да если достал это никто бы не подходил возможно еще выпивка за наш счет как бы вы только не вернее вы только не нервничайте сталь тоже не знаю если честно не важно делает но он там да такие кованные мощные ножи что мне кажется уже не важно что из-за стали да такая с таким обухом с такой толщины абсолютно да по барабану что за стали ну не на мою руку у меня вот здесь вот вот это вот выемка между пальцев попадает до большой руки кисть увеличивать а ее никак не увеличишь маленькие руки уже маленькие о дожди нож каждому нажиману свои ножи да нужно он делает ткани но он все в комплексе делает все очень супер конечно и травм лизнение красиво и необычные не за счет вот выреза да очень необычный нож уходит по рукоятку как тут ну молодцы молодцы это из новосибирска нож это как раз к вопросу одного из прошлых подкаста вот отечественные производители по фиксам пожалуйста на любой выбор да есть обычные как это work knife есть совы есть вот такие харизматичные харизматичные сила сибири сила сибири по-другому мне назвать перейдем к следующему нашему кузнецу оружейнику это американская скажем так классика нож скагель ножи скагеля но единственное место кожи я попросил сделать g10 потому что тоже ездил на мотоцикле и кожа быстро отпадает и поэтому не нужно но это вот такой вот боу с индейцем опять же можно заметить патрончик и сапхил то есть ты и втыкаешь и вытыкаешь двойная гарда сапхил то есть тебя палец держится как еще раз называется сапхил очень такая вот штуковина ножи скагеля это классика такая прям вот это прикольно скальпосниматель можно очень агрессивный а что за сталь х-12 мф кованая тоже да ну в хорошей очень термички очень такая видно очень агрессивная да очень агрессивная это дед космонавт известный тоже мастер спешил фор хорон спешил фор хорон 002 тоже был 001 я подарил другу а это второй нож на первые ты тоже заказывал да 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 тоже очень хорошие интересные ножи вот конечно чисто то америкосовский стиль такая центральная америка у скаги летим все скайну работал он так больше на поясе болтался пока я гонял на мотоцикле то есть это вот под харлей под лошадь под что-то такое часть обмундирования часть обмундирования да 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 поэтому вот видишь немножко вот это латунь пошла такими патины то есть ну наоборот красиво красиво да она под старину что-то пошло да патрон вот этот на тыльнике мне вообще очень нравится завершает завершает до композицию так а нужно его где а вот они достаточно простые да достаточно простые то есть если выпендриваться надо заказывать нужно это много чему нужно заказываешь насколько я знаю интересно да 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 оригинально не устраивает после этого мы перейдем к боевым пловцам италии ну маркетинговый ход на самом деле нож экстрима ратио голем f не кастрированный ничего но тоже настолько ужасно их с расческой ну вот им я батонил березку вот такую прям опять же клип вставим то есть очень интересно хочу посмотреть да как батонил у него же обух да вот эти шоковые зубья но все равно но я бил прям такой бревном по бревну но он батонил и нижний судя по всему он батонил все то есть очень крепкий нож на нем я пытался висеть как том крус то есть мои 105 килограмм запросто выдерживает то есть все отлично очень очень крепкий нож но встали опять же n690 плюс они на 58 ее ну как указано да да ну чтобы не сломался до очень такой утилитарный но харизматичный нож потому что тоже дизайн ради дизайна мне больше кажется итальянцы у них с дизайном то как раз все отлично базиратик вот раппорт итальянцев с дизайном все прям с с качеством исполнения бывает ну и ценник негуманный особенно на экстремте какие-то негуманные согласен да он даже и несколько лет назад не самым гуманным и ладно ты хватит у меня жена услышит и потом что мне скажут на это все ножи по 300 рублей у нее все платья по 300 рублей у нас договор главное что договор взаимный да абсолютно так можно нормально но он видишь с гордой то есть никаких вот этих утоньшений то есть все настоящее реальное но у него есть rr есть значит на наш рынок как-то протащили интересно по каким критериям если вы знаете напишите да кстати очень интересный нож у меня давно но я не знаю как его протащили на наш рынок полусирейтер опять же и такая действительно расческа прямо расческа ну наверно опять для работы в перчатках механик что-нибудь такое нормально ну и тактические нужно до после этого конечно мы перейдем к классике классика после итальянцев вот этих всех дизайнов это глок нож глок самый простой но в то же время самый надежный самый обычный самый легкий самый наверное удобный вот идти в лес он болтается и ты его вообще не замечаешь ну он сделан с определенной одной цели это всем понятно для каких задач да 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 чистить картошку почти вот чистить вражескую картошку вражеские картофелина ну с него практически в общем так я понимаю вектор скопироваться когда-нибудь я дойду и куплю вектор но он почему-то на выставке было очень быстро заканчивается у тебя есть очень большие ножи ты можешь приходить и с этими большими ножами требовать до витя витя агре я хочу вектор но я всегда к нему подхожу и он разводит руками они уже закончились поэтому важно ходить на выставке в первый день когда надо про самое вкусное грустно в камеру сказать виктор витя нам очень нужен вектор вырежем отправим ему лично нет пусть посмотрит подкаст целиком ну он может быть достаточно занятой поэтому потом если даже пропустят посмотрим посмотрим уж мы-то знаем где-то недавно каком-то канале по-моему на дебике я видел они как-то был кабар и смс они его вообще в пух и парах разнесли говно а вот этот вроде как да пытались и сказали что все отлично все нормально ну очень легкий на самом деле даже дырычка в ножнах как положено вот мне что это нравится единственно скользковата рукоять но это перчатки для перчаток скорее всего конечно для тактических перчаток и вот у меня есть еще дружок димон затон он подарил мне вот такой нож этот нож был в партизанском отряде великую отечественную хотя сам нож маузер конечно но в хорошем сохранить трофейный трофейный нож и он сказал что он должен быть у тебя в коллекции спасибо димон и вот еще даже с той родной заточкой то есть не перетачивался просто ничего вот он лежит и лежит ну нож рассчитанный на укол опять же ну это штык нож да штык нож принципе он да и рассчитывал углеродистый такой видно по следам в масле да ты чем-то заливал нет вот как мне его подарили вот так он и лежит еще но я ему самое масло да еще то самое масло это уже как этот предмет прям даже не коллекционирование раритет когда будешь оружие огнестрельные коллекционируют чуть-чуть чуть-чуть мы не приветствуем мы не знаем о чем вы говорите вообще нельзя же уступать американцам них они же коллекционируют у них законами попроще это да он такой уже даже затерлись у него ну винты если он какой-нибудь сорок второго года конечно сколько лет ножу неплохо сохранился до хара сохран хороший ну конечно там ржавый все впать но больше нужно досталось они прям можно проржаели сильно оба любой стороны до любую абсолютно нож да универсал дальше ну дальше раз уж мы заговорили о подарках то один серьезный человек очень известный в узких кругах и очень уважаемый геннадий подарил мне вот такой вот нож нож сделан это как сейчас модно называют совет призон найф вот такая вот вакедуха вот очень оригинально очень оригинально то есть еще никакие микротеки не были никто в восьмидесятых годах уже делали вот такие вот штуки стали понятно это какой-то подшипник там или как сейчас модно говорить из клапана трофейного танка тигр такое что что-то очень простое да текстолит понятно рисунки такие порядочные все как надо закрывается он двумя руками закрывается естественно только двумя руками потому что не обоюдная заточка было бы интересно да остаться можно было бы без рук открывается в бок да 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 даже стрёмно немного такой вот огромный кинжалоид никаких люфтов самое интересное никаких люфтов умельцы умельцы золотые руки в местах не столь отдаленных интересно сейчас что делают я думаю делают поэтому всем ребятам которые там скорейшего освобождения ну и всем нам мирного неба над головой будем надеяться до складывается двумя руками стать вот на приноровиться даву конструкция согласись интересная то есть зомовские ножи у меня вообще их нет я думаю как их собирает что это такое а вот именно этот свои конструкции очень оригинальный покажем даже в сложенном виде тогда сейчас что-то похожее повторяют ей же ножи многие даже известных производителей когда клинок больше чем рукоять это например и бенчмейт харли-дэвидсон что такое но именно вот автомат то есть это интересная штука но и какой же нажиман без старого доброго реконтанта это наверное маст хэв любого нажимана я считаю что ну да да он должен быть в любой коллекции ну санмаёвой япония еще старенький но он просто должен быть в работе он просто должен быть у каждого нажимана очень удобный очень легкий очень харизматичный и такой прям эдисишник нож нож для всего мне кажется да и который не жалко пустить в работу ну вот у меня он чисто на всякое непотребство да 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 это любой другой нож сломается то реконтанта показал себя и кончик дураковалятельный да и обувь но у меня на иск опять вот самый последний который у них был сколько там не несколько лет назад покупал но у меня он удивил я уже рассказывал по моему даже у нас выпуске что когда один из пришлось полежку так березовую сырую батонить я загоняю он там застревает и изгинается градусов наверно на 30 ого я думаю все муха на час достану он лопнет я его выбиваю оттуда с трудом нет он восстановился нормально вот никуда не погнулся ровный слышно сколько хорошо делать сейчас не знаю как там чего у них не это очень это старая очень старые даже не знаю сколько ему лет ну без покрытия заразу заранее его сняли покрытие у них просто облетает нет это так и продавалось то есть без покрытия мне кажется даже чуть легче чем у него вогнутые спуски у того тоже вогнутые спуски у них некоторые были потом с прямыми спусками заус 8 по моему если не ошибаюсь да вот а с к 5 они тоже сделали вогнутые там не сильно большая вогнутость но она есть ну классика классика я считаю должен быть у всех и вот интересный нож task knife сосо привет прям тоже интересный нож а интересен он тем что именно этой модели название дал я это как так произошло для выставки клинок весенней выставки клинок насколько я помню сусо сделал два таких ножа один кстати тоже моего знакомого вот и не придумал не успел придумать он так спешил сделать на стенд ножи у него был стол ножей и сделал вот эти две новые модели городские да это cpm 3v с 6 миллиметровым обухом вот тут вогнутые спуски тут прямые тут какая-то даже линза небольшая то есть очень сложный гринд и он не дал название потому что не успел придумать название перед высказкой а когда он выставил один купил мой друг другой купил я и потом мы списались комментариях все фоточки выкладывают что там на выставке кто приойдет обновочки поздравляют ртт а он не успел даже название дать конкурс на название и я поучаствовал и выиграл мое название теперь это нож модели бультерьер потому что у меня собака бультерьер я наобум назвал в честь собаки да в честь собаки но если перернуть у него прям нос вот этот бультерьер похоже да как и DC-шник отличный вот шикарный вот в принципе вот ну вес здесь не маленький да отогнуть люк танка блин дверь сломать в подъездную я не знаю что можно делать ты делаешь каждый день до обычные нажиманские дела cpm 3 в 6 миллиметровый блин выдержит я не знаю всем не плюс дизайн конечно дизайн даду за оригинальный очень оригинально у него вообще все ножи очень оригинальные и он выиграл выставку ножевую в лас-вегасе с ножом по моему intruder это первое место на выставке в лас-вегасе занял его нож понимаешь что хреново туча со всего мира и плюс самих американских вот этих ножеделов к найфмейкеров собрались а выиграл вот таск найф сосо молодец красавчик прям первое место в лас-вегасе нож intruder как я помню сейчас у него какие-то новинки еще будут да сейчас он готовится активно сейчас прям в данный момент мы записываем а он делает ножи своими руками он готовится на блэйд-шоу в атланта по моему если не ошибаюсь ну пожелаем ему успехов респект делай нам очень интересны твои ножи и они действительно такие своеобразные таких нету они оригинальны это вот самое интересное было на выставке присутствовал то есть ты проходишь мимо и у тебя глаз за них действительно да у тебя что финки нтвд тут пчаки финки нквд тут пчаки прошел вот это все и начались ножи да вот мне еще интересно сейчас ну сейчас будет выставка в конце марта это торн разведос эдишн вот тоже хотелось бы повертеть посмотреть ну а сейчас уже продается его можно приобрести не хочу я так приобретать я так приобрел мне же надо в руках повертеть вот они крокодиловые ножны ножны ты делал отдельно ну естественно да это опять же работа дениса бычкова оригинальные где оригинальные ножны жена моя потеряла в лесу увлекшись собиранием белых грибов потому что я и дал этот нож сам был с карателем и вот она потом ой а где ножны я такой так пошли искать ну искали искали на шлангах новые себе закажут ну думал так ну еще заказал крокодиловый по максимуму решил гулять так вот откуда ты крокодил выберешь это не я это тот кто делает ножны я не беру откуда он действительно берет крокодиловый на самом деле не так то просто слушай у меня байкерский жилет крокодиловый то есть но все это можно все это продается как-то искал промежуток времени полгода назад не было интересно было посмотреть может ну в общем с фиксами наверное мы на сегодня все теперь к ужаснаховым складишкам я их много не принес честно потому что и так ножей много у нас один складе не уже был томат да люди а еще и на ваша стояноваха а теперь посмотрим михаил привет это нож цкф кракар вот оно чудо м 390 титан цирконий вот это бомба полный фарш полный фарш настолько кайфово сделан вот этот хавк бил да то есть ну блин очень кайфовый нож вот он меня зацепил сразу причем зацепил тоже на выставке клинок на весенний да ну и давно было когда он только вышел я чуть такой раз приценивала жаба внутренняя сидит душа душа душ ты осенью он уже был у меня ну то есть жабу ты победил успешно жабу победил ровно прошествие лета лето это жаба где-то прыгала скакала она осень наверстала все вот так вот очень хороший нож кракар тоже по моему их не выпускают очень красивая обработка титана прям ну и качество прям вот этот блин внимание к деталям очень интересный замок вот этот бэклок скрытые циркониевый ну очень конечно зацепил ну и плюс дизайнер именитый дизайнер да очень именитый очень классно все сделал просто молодец ну по-моему еще сейчас ворон ворон там есть большие дамасковый там огромные виталик фестфольф мне привозил прям я вот смотрел держал этого ворона очень крутые ножи ну блин ребят я честно столько не зарабатываю будем стремиться к лучшему но меня же обдушит я еще на ли не дорос есть какой-то определенный предел да и финансовый да и по хотелкам пожеланиям даже за это предел все равно иногда растет 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 со временем до на временем да многие начинать с очень простых ножей потом раз два три и уже что-то такое уже что-то непростое появляется уже что-то непростое появляется а замок здесь дал с таким секретом я на самом деле перед записью но что в руках крутил и наверное минут пять искал как его закрыть что я не держал до этого в руках и на найфовках многие тоже не могли закрыть крутили но хорошенький симпатичный и очень необычники дальше компания spider к порадовала это их ответ urban sword городской меч модель татанка честь какого-то там индейского буйвола если я не ошибаюсь и замок power lock это ответ на ряд 3 от ног совершенно то есть это что не могли отвечать по и дарка пошли в нишу cold steel а мы тоже можем мы тоже можем производство японии в г-10 ну такой харизматичный здоровенький прям это такой не характерный прям максимально не характерный spider да вот это прям вот если б не эта дырка spider hole то вообще не поймешь что это spider к не это не верит это сэлглессер еще по дизайну судя по логотипу вот тут не скажу потому что не знаю но тоже харизматичный для spider к это тоже такая прям навашистая наваха для spider к и ну я не знаю очень большой очень да у меня вот лаки джаба ford folder его гораздо меньше да чем вот этот это вот прям гигантомания от spider к ну естественно в прочтении как они это видят интересно посмотреть про этот замок я как-то слышал но не смотрел что внутри не знаю как он устроен что это за ответ ряду надо будет посмотреть наверняка на ю тубе где-нибудь есть не наверняка есть и тесты есть но я не знаю то есть как бы получается коромысло она стоит на месте не двойное коромысло одно поджимает второе распирает хитро очень а клипс как всегда стираются это spider к это нормально следующее что и на прошлом подкасте когда я как кто-то в комментариях написал начал играть в карлсон но все это так не играю ножи без замков быть не могут я обдумал оператору нашему это очень не понравилось потому что он сказал что замки могут быть без ой замки ножи могут быть без замка я недолго думая смотрел смотрел нашелся вот такой маленький харизмат на максималках боевая жаба они жаба войны он называется это от бокер плюс тот тот knif по моему дизайнеры но нож без замка но очень харизматичный я даже бусин у него специально такой повесил волк в овечьей шкуре то есть вроде такой нож без замка овечка ну такой волчара у него лезвие с одной стороны стамеска с другой стороны вогнутые спуски на кончики прямые то есть еще вот так говорил еще до монтажка боли ну это ж просто какой-то зверь маленький его можно даже вот здесь еще заточить ну наверное можно но я вообще аккуратно очень отношусь к ножу без замка на оператору нравится ну потому что у него самого ножа без замка до респект от insi custom поэтому он за них и топит до insi custom делать очень качественные ножи наши молодцы такое производство молодцы ну как по мне да очень хорошие и внешне и соотношение цена качество то есть и рабочие ножи и выглядят неплохо ну вот по крайней мере фиксы бро вообще один из лучших у меня постоянно на столе лежит я как на базов пивным ножом так если что-то выпиваешь нарезать какое-нибудь мяско то прям отлично приятно у каждого ножа определенная задача у него быть пивным почему нет пивной нож для вас и ваших бутылей честно почему стамеска ну такой дизайн ради дизайна я так вижу до дизайнер я так вижу и часто собой не знаю он просто бросишь карман он такой прям как аксессуар у меня больше нос этой штучки поддевал да действительно открывал бутылки прикольный маленький но в то же время все равно уже снаховый кракозябр то есть нет у ним никакой классики ну как и во всех тут ножах да ну нет почему в вот спай как раз предыдущим там как бы было а вот еще один ножичек для резки хлеба хлебный серрейтор можно так сказать от ежелева это harley queen от vkl ну сделано опять же посмотри там все написано не даже логотип харли дэвидсон нанесли special for haron 001 как говорили в одном фильме адвокат дьявола воистину тщеславие великий из грехов самая последняя фраза фильма большой страшный большой 15-сантиметровый клин да такой вот агрессивный harley queen я думаю там все прочитают что нужно прочитать у нас тоже фикс это фикс да 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 с красными ножнами прям все так нужно такие достаточно простые держатся очень хорошо ни лифтов ни задоринки даже в отличие от колд стила сохлись да а еще ребят хотел бы конечно внести такую традицию очень здорово что вы приглашаете много разных ножевых людей да то есть и дамы у вас и пары и мужчины все и хотелось бы ввести такую традицию чтобы каждый интервьюируемый человек день я не выгорю вот делал бы гость делал бы подарки ведущему это было бы наверное правильно и уместно и интересно поэтому мне вот хотелось бы подарить нож от кузницы три богатыря московская кузница из него булата на основе к 340 что это такой я не знаю тут покопаешься в интернете это нож скандинавского типа норвег ну спасибо спасибо большое то задарит потом зазнаешь но это же хорошо во первых подарок чем хорошо ты его не продашь не поменяешь и тогда не денешься и он тебя всегда будет и ты будешь помнить вот такой вот нож стабилка необулат кузница 3 богатыря вот будет еще на обзор дополнительно смотрим вот как раз да можно его сейчас будет лето фиксы лучше тестировать в лесу все-таки они а мне кажется он как раз лесной прям нож ну норвег сканди с таким таким нормальным обушком кстати ну универсальный где-то в районе сколько он три три с половиной три с половиной универсал спасибо большое вишу рукоятка легла конечно можете дарить подарки не настаиваю можете не дарить а я думаю это была бы добрая традиция старая добрая нажиманская традиция но почему нет нужно же классно сделал большое спасибо еще раз да нет всегда но вы всегда всегда пожалуйста потому что вы приглашаете вы показываете на всю страну и люди все больше увлекаются ножами это же здорово чем нас больше тем нас больше тем нас больше мы один еще нож забыли я очень сидел такой тоже нож очень интересный такой есть только у меня и алексея пономарева но у него в другой наверное комплектации это тоже нож от вкл если не ошибаюсь да тоже дизайнер и мастер константин ой николай ежелев извините вот это вот такой вот нож вот здесь спуски конечно вроде и двухсторонний вроде и стамесочные и вроде с одной стороны долл с другой нету тут загнат клин то есть ну очень интересные очень интересные меккарта мозаичный пин который светится в темноте то есть света накопительный в общем очень интересный нож но и естественно травление бамбук да вот что-то такое техно неофинка геометрия очень стремительно интерес очень стремительно геометрия то есть вроде бы такой япончина а нет а нет нож вкл то есть тоже очень качественно сделал они штуки производят нет их по-моему вообще всего три было или два вот тут алексей пономарева и у меня очень очень ограниченные серии очень-очень сверх ограниченные серии больше они не делали вот красивый красивый и интересный потому что тот гринт конечно у него мягко сказать необычный поэтому тоже вошел в кракозябры ужас нахи и монстра ножи но он не похож на монстра а это невнимательность а если мы посмотрим вот так что напоминает рукоять гробик а а а видно будет наверное да можно перевернуть ну да есть что-то поэтому монструозность этого ножа просто зашкаливает она просто скрыта скрытая монструозность ножа так это был последний да а ножей на сегодня все как говорил иван демидов группе ой в передаче музыкальная босс а расскажи какие еще у тебя уже снахи впереди что-то ты ждешь что-то заказываешь что-то же ничего вам не скажу за это и третий подкаст придут совершенно другие ножи и мы будем также каждый обсуждать отдельно хорошо приходим до третий ну тут нужно время конечно посмотрим как люди оценят этот напишите кашу эти комментарии это холиварте в комментариях кому-то это не нравится кому-то это нравится обсуждаете делайте какие-нибудь выводы рассказываете что вы думаете по поводу такой коллекции но это конечно часть коллекции но вот именно по поводу вот этих страшных ужасных ножи монстров но с уважением друг другу там если будете холивая ведите себя культурно все на уважение обнял до хруста а за сим наверное все сударь большое спасибо что пришел большое спасибо отдельно за подарок надо про него будет снять тоже отдельный видео а вам спасибо что смотрели до встречи пока что но но прожиная но Продолжение следует...